Лера Кудрявцева бьется в истерике после того, как ее с позором изгнали почтальоны. Блондинку стали заставлять нацепить маску на почте России. Телеведущая призналась, что всегда носит медицинскую маску, однако в этот раз решила от нее отказаться. Сотрудники учреждения заявили, что в таком случае не станут обслуживать звезду, что ее привело в ярость. Посылку и письмо мне не дали. Послали меня куда подальше и сказали, чтобы я хайпилась на своем телевидении. Кудрявцева попросила почтальона показать ей, где написано, что ей не могут отдать заказное письмо и бандероль, если у нее нет маски. И мне принесли указ мэра Москвы. Я полчаса читала его и не нашла ни слова про то, что меня нельзя обслужить без маски. Я причем спокойно говорила, не повышала голос. Сотрудник, понимая, что там ничего нет, сам прибежал с камерой со словами. Вот пришла к нам Лера Кудрявцева, на почту похайпится. У нас зарплата 30 тысяч рублей. Мы законы не делаем. Я это реально понимаю. Это сейчас не об этом. Звезда негодовала. Ну надевайте маску. Я тоже ношу, но меня заставлять не надо. Никто не имеет права меня заставлять. Я буду носить, когда захочу. Не бесите меня. Ведущая канала НТВ тяжело переносила недуг и даже после выздоровления она жаловалась на упадок сил. Блондинка признается, что до сих пор чувствует последствия ковида. Однако носить маску, согласна, не всегда. Видимо, Лера в этот день встала не с той ноги. Меркурий в Венере, черная кошка. Ну и дальше по списку. Все в одну кучу свалили. Вышли заголовки. Я царь и бог. Лера Кудрявцева закатила скандал, не надев маску. Ребят, ну камон. Ну хватит. Вы смешали вообще все, все в кучу. Понимаете, мухи, котлеты, все, все в одной куче. Это два разных высказывания. Скандал я не закатывала. Царь я на своей странице, я так сказала, потому что я не потерплю на своей странице никакого хамства и буду блокировать своих подписчиков за это. С огромной просьбой, с уважением относиться к друг другу. А по поводу маски никакого скандала не было. Я просто рассказала ситуацию, произошедшую со мной на почве.